это очень вкусно мне кажется точно воничный тофу вот он этот черный тофу что это было ребят всем привет сегодня выпуск уличная еда 3 да мы сегодня не одни с нами сегодня татьяна турина идет пробовать уличную еду будем кушать на улице да мы сейчас находимся на улице а также смотрите видео как мы гуляем по этой улице проходим всякие торговые площадки интересные снимаем то что нам необыденно что-то необычное снимаем мы выбрали лимонный чай с жемчужинами и вот такую штуку это называется Iron Steak я даже не знаю как это по-русски сказать вау какой кусочек красивый это я даже не знаю как это 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 Продолжение следует... 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 давайте давайте будем пробовать какой-то шикарная короче очень дорого 25 и они мы за это блюдо отдали 55 и они общих как мясо мясо я съела вот такой шарик он вкусный мясо модель мне попалась да мне попалась вот этой штукой сестра мне он понравился мясо мясо вкусно и очень вкусная вот это вот приправа она острая но не очень сильно острое и очень вкусная на первый взгляд это как очень много перца острова похоже на очень сильно переваренное мясо такой насыщенный наваристый бульон такой мясной вот такое ощущение сразу же падают попаду за соусом скажу а вот это лоба вот мы намешали соус этот с кинзой уже вкусно вообще что вкусно вот тебе понравилось я тебе говорю вот эта штука очень вкусная смотрите ребята я вот это сейчас вот это сейчас вот только бы не уронить ну не роняй я хочу еще лоба фаршированная фрикаделька непонятно что внутри а да это кстати не сильно острая вот эта я говорю она вроде перец но она не сильно острая это похоже на кабачок да кстати вот ребят смотрите я хочу я хочу вот так вот сделать можно с вашего позволения бульон вообще шикарен бульон такой остренький такой чуть-чуть совсем я пробую кабачок по-моему ну по вкусу никакой если бы не соус и не на варистый бульон ну не дешевое да блюдо не дешевое но мы заказали картошечку вот сейчас смотрите он ее панировочки сейчас обливает какой-то штуковиной соусом каким-то обливает в наступает сам или и 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 вставляется от масла 10 у они такая штуковина стоит хотя антона прошу возьмите лучше в руки а то у гвоздак дитя лимон проткнешь себе гору здесь это уперлых и тянуты так мы че картошка картошка маленько неудобно кушку больше испачкать и у колодца приправа вкусная картошка жареного припюре очень вкусная приправа а только наклоняйся будем сейчас пробовать и такую сосиску ли что это я не знаю или колбаса вот у них такая вот вывеска главное вот такое кафе выглядит прикольно видели мы это вживую вот примерно так это вживую выглядит 16 я не стоит получается такая сосиска и вот такая вода ну что выглядит как будто вот сосиска тогда российская она уже смотрите порезана заранее и она при жарке и варке она открывается открывается красиво в кафе сделано просто на основе одной сосиски правильно врачом попросил остров поэтому это дело все просто на это куча-куча перца и он был вот было давно типа уже уставить давайте одно вот все на грядке да пока мошка не надо Мне кажется, в холоде она сильно горячая. Ребята, это вкусно. Это очень вкусно. Да? Она сладковатая, но это не вкусно. Вся перца. Попробуй какая-то. Не, я не хочу. Давай мне вот это. Это вкусно. Это вкусно. Очень такая сочная. Алмаса. Ну, китайская. Чуть-чуть сладковата. Чуть-чуть сладковата. И у меня острая. Да, вкусно. Знаешь, прикольно то, что вот эта зажарилась так классно. Да. А сама сосиска мне не очень нравится. Сколько бы ты баллов поставил этой сосиски? Сосиска вкусная. Из 10-9, наверное, поставила. Почему не 10? Ну... Не знаю, мне кажется, что-то есть еще вкуснее. Привет! Уличную еду! Уличную еду! Ну, мы забрали детей с садика, со школы. И теперь направляемся опять на улицу Бейджингу. Попробовать уличную еду. С детьми. С детьми, конечно. Взяли какие-то шарики. Сейчас будем пробовать. Стой 10 юан. Кальмар. Очень горячо. Все. Все хорошо. О, Колька рассказывает. Колька попробовала. Кальмар с рисом. Очень вкусно. С рисом даже? А снаружи действительно как будто рисовая. Рисовая мука. Оля сказала на рис похожа. Кальмар горит с рисом. Да, да. Блин, это вкусно? Все вкусно. Внутри лук. Кальмар. Тесто, я не пойму. Может быть рисовое тесто. Майонез, соус. Очень вкусно. Средний угол вулкан. Средний угол вулкан. Средний угол. Рисовая лапша на тряпочку выливается. И по заказу, вот допустим, это что, это курица. Сверху она положила яйцо, разбила, травы добавила. Закрывает крышка, это все парится. Вот корсинка так вот на тарелочке выкладывается. Он соусом поливает. Очень вкусно. Ммм, такая крючка, сочная. Сумительно, я вообще его люблю. С тех пор, как я его первый раз попробовала тогда, на завтрак. Маленькая-маленькая лавочка. Вон, вон там, задействовала. Пошли. И у Ани что-то продают. Пойдемте, посмотрим. Ничего себе, это правда очередь. Точно воничит тофу. Короче, очередь за воничим тофу. Запах, запах не очень вкусный, конечно. Меня выручает только то, что у меня в последнее время обоняние не очень. На что похож запах? На запачки готовятся. Точно, точно. Говорят, этот запах пропадает, когда первый съедаешь. Но я думаю, что мы попробуем уже там это поесть. Будем попробовать? Будем. Я хочу попробовать. Потому что говорят, что независимо от того, что это очень плохой запах, это очень, говорят, вкусно. Но внутри, так сказать, не протухся, тофу. Сверху вот эта чернота, это вот как раз, это вот вымючий этот соус или так он. Сверху вот эта чернота, это вот как раз, это вот так он. И вот так он и так он. Он берет деньги и дает взамен вот такую классиковую карту. То есть я подхожу только, отдаю ее, и мне отдают товар. Да, чтобы быстрый расчет был, чтобы очередь не копилась. Вот он, этот черный топ. Как это выглядит, покажите. Ну, не очень красиво, конечно. Чем? Что-то было, что-то тиханулось. Остро то, что ли? Остренько немножко. А вкус? Ты знаешь, мне нравится. Мне интересно, на что это похоже. На почки это похоже, нет? Нет. Нет. Это внутри нежное что-то. Тофу. Снаружи хрустяйки. То, что обжарено. Довольно вкусная, острая, но тем не менее, очень вкусная. Ни на что не похоже. Ни на что не похоже. А вкус вот это, который почками пахнет? Нет, нет, этого вкуса нету. Все, да. Вообще нет этого вкуса. Ой, слушай, запах вообще пропал. Вообще нету запаха. Кинза, да, это все-таки, да? Ты знаешь, вероятно, да, все-таки. Но ты ешь с ней слова. Она вкусная. А сочная очень. Ну и как? Ну, кинза. Попадает, перебивает именно вкус. А вообще, блин, это вкусно. Это реально вкусно. Вкусно, вот это способен. Сверху вот эта черная хрустящая корочка очень-очень вкусно. Не знаю. Как будто бы ешь зажаренную корочку курицы. Такую сильную зажарюсть. Да, но она намного сочнее. Согласись? Да. Она очень сочная. Короче, это вкусно. Запах жареных почек куда-то исчез. Давай, Катя, подсунем. Катя, короче, боится, потому что ее запах жареных почек отталкивает. Она закрыла глаза, зажмурилась. Ой, блин, воняет вообще жив. Нет, не воняет. Давай, давай, жужжу. Слушай, я ничего не понимаю. Чё? Мне не нравится. Давай, давай, жужжу. Как мне нравится. Там кинза, там так вкусно. Там сочно так. Я не могу. Катя не понравилась. А нам нравится. Она сидит там еще в трансе. Детям такое острое. Может быть, если только не острое. Короче, ребята, рекомендуем, если вы будете в Китае, обязательно возьмите вонючую тофу. Не знаю, как он правильно по-китайски называется, но мимо него трудно будет пройти. Да? Да, потому что запах, определенный запах. Но вот когда он уже готовый, ну, я не знаю, он может быть, конечно, и пахнет. Может, мы там немножко принюхались со славой. Но когда его кушаешь, это божественно. Все, спасибо. Ты не пошел? Не, я не. А почему? Что, тебе запах пошел какой-то? Я прям ем, у меня запах вот этой вот жареной мочи. На этом заканчиваем третий выпуск «Уличная еда». Я думаю, вам понравилось. Для нас было открытие вонючью тофу. Очень вкусный, очень. Он оказался очень вкусный. Я много проходил мимо него, и мне казалось, это очень невкусно, это очень воняет. В общем, я вру, мне очень понравилось. Смотри на маму. Что понравилось еще? А, еще колбаса понравилась очень. Чааа. Очень понравилась жареная колбаса. А мне понравилась больше всего. Кате понравилась еда номер один, которая была в начале видео, которая была. Да. Там, то есть, получается, была сверху еда, мясо. Снизу чая. Все было, то есть, было, грубо говоря, первое, второе, третье было. И компот внизу был. В общем. Вот, короче, мне вот это понравилось больше всего. И понравились шарики, которые мы ели с детьми. Это вот классно. 10 баллов по 10-ти балльной шкале. Я хочу сказать, что сегодня вся еда была просто. Интересная и вкусная. Если вы что-то подобное пробовали, пишите в комментариях. А также подписывайтесь на наш канал, потому что будет скоро новый выпуск «Уличная». «Уличная» дать номер 4. У нас на районе будет скоро новое открытие торговой площади, ярмарка, еды. Очень много будет. Да, фестиваль еды. Да, фестиваль еды будет, скорее всего. Прямо там вот сейчас обустраивается все, устанавливается оборудование, поставили уже ворота. И скоро я пойду туда с камерой, как только там все откроется. За четвертым выпуском. Так что ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok